Человеку нужно вернуться к своим истокам. А истоки человека – это творец, который его создал. Хотим мы того, не хотим. Пусть мы проповедуем и воспитаны на дарвиновской теории. Но это всего лишь теория, и называется она «теория Дарвина». А вот божественная – это не теория, это практика. Божественная природа человека, мира. И если сейчас современные ученые, серьезные ученые, физики, которые говорят о том, что вот Вселенная, все, что… Понимаете, ведь это было создано, и никто не говорит, что это было всегда и взялось ниоткуда. Это было создано, и человек пришел в этот мир, который уже существует, а он гадит, и мир этот просто поставил себе на потребу. Его болезни, его страдания – это та кара Творца, которую… тот груз, который он ему дал нести за что-то. Бог никогда не дает ни одной болезни человечеству, не дав лекарство. Его надо найти. Субтитры создавал DimaTorzok Наномедицина – это наука и техника диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травматизма, уменьшение боли, а также сохранение и улучшение здоровья человека при помощи молекулярных технических средств и научных знаний о молекулярной структуре человеческого организма. От зашивания ран и ампутации органов хирурги перешли на более высокую ступень. Они научились восстанавливать работу сердца и приживлять конечности. При помощи микроскопов и точных микроинструментов они соединяют тонкие кровеносные сосуды и нервы. Но даже самый искусный микрохирург не может разрезать и сшивать более тонкие тканевые структуры. Лекарственная терапия, в отличие от хирургии, имеет дело с самыми тонкими структурами в клетках. Молекулы лекарств – это простые молекулярные машины. Они оказывают воздействие на конкретные молекулы клеток, однако действия молекул лекарственных препаратов не носят направленного характера. Попадая в организм, они беспорядочно перемещаются, пока не наталкиваются на нужную молекулу, чтобы связаться с ней и воздействовать на нее. Хотя молекулы лекарств оказывают воздействие на ткани на молекулярном уровне, они слишком примитивны, чтобы чувствовать, планировать и действовать самостоятельно. Высказывания Эрика Дрекслера должны обосновывать несомненные преимущества созданных человеком нанороботов медицинского назначения перед любыми иными медицинскими технологиями. Но для нас особенно важно то, что Дрекслер точно сформулировал главные требования для медицины будущего. Она должна работать на молекулярном уровне, не травмировать ткани механически, не поражать здоровые клетки лекарственными препаратами, не вызывать никаких побочных эффектов. По его мнению, лекарства должны чувствовать, планировать и действовать самостоятельно. Он считает, что такие препараты и технологии появятся через 30-40 лет. Но парадокс заключается в том, что они уже есть и созданы в Советском Союзе 30 лет назад. В середине прошлого века происходило накопление знаний. Это был эволюционный путь развития. И как в структурной биологии, так и в биохимии. Во многих знаниях, в электронике, в устройстве материалов. И люди стали, ученые, сначала в рекордных экспериментах, а потом все это становилось более доступным многим лабораториям и фирмам. Люди стали разбираться с материей на наноуровне. Термин «нано» от греческого «наноскарлик» означает порядок величины в одну миллиардную долю. Термин «нанотехнология» в целом распространяется на технологии, работающие в масштабе миллиардной доли метра, так называемого нанометра, приблизительно равного сумме диаметров шести атомов углерода. Термины «наномашина», «наноробот» и «нанокомпьютер» относятся к сложным техническим объектам, созданным в результате операций с веществом на молекулярном уровне. Мы в лаборатории ядерного магнитного резонанса Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова в Москве. Оборудование, которое вы видите, — это сверхмощный телескоп, направленный внутрь нашего космоса, внутрь живой материи, и достигает атомарного уровня. По сути дела, это «Хаббл», который позволил проникнуть на миллиарды лет в прошлое Вселенной и увидеть ее бесконечность и красоту. Но только здесь человек увидел столь же поражающее воображение мир собственного тела с точностью до расположения одного атома. Давайте начнем с того, что «нано-проект», да? Напоминает мне по книжкам, по истории то, что происходило, скажем, с ядерным проектом, либо с ракетным проектом в Советском Союзе в 40-е, 50-е годы. Но там был некий момент, да, когда, допустим, запустили спутники, да, либо запустили Гагарина в космос, да, и он приземлился, он побывал первый человек в космосе, или взорвали ядерную бомбу. То есть вы просыпаетесь, вам по радио говорят, вот произошло такое событие, и, может быть, некоторая часть населения планеты понимает, что произошел качественный скачок. В случае «нано», да, я так думаю, вот этого не будет. В середине прошлого века человечество не просто совершило скачок, оно перешло рубеж древнейшего табу «не убей» по отношению ко всему миру и оказалось в новой реальности. Этой новой реальностью стала возможность полного уничтожения человека как вида. Он преодолел порог самосохранения, не смог устоять перед искушением военного превосходства. Было создано и применено термоядерное оружие. Ничего подобного не знала история человечества и история медицины. В 60-е годы 20-го столетия народ Советского Союза, победивший гитлеровский фашизм, спасший мир ценой десятков миллионов жизней своих людей, вновь был поставлен перед выбором – быть или не быть. Речь шла об активной подготовке ядерного удара по стране. Базы и флот Соединенных Штатов Америки и их военных союзников располагались у самых границ СССР. Это было стратегическое преимущество, позволявшее внезапно нанести ядерный удар по крупным городам, уничтожить миллионы жителей и деморализовать оставшихся в живых, лишив их возможности эффективно сопротивляться в отсутствии связи, электричества, медицинской помощи и управления. Американцы были единственной армией мира, имеющей практический опыт применения атомного оружия в ходе военных действий, и не испытывали по этому поводу особых моральных проблем. Остановить этот план могло лишь одно – неотвратимость ответного удара. Только стопроцентная уверенность в том, что в штате Колумбия будет жарче, чем в Киеве, Минске и Москве, могла убедить президентов и генералов. Но тут география была против нас. Территория США и важнейшие объекты на ней были практически недосягаемы для армии СССР в случае упреждающего удара по нашим ракетным установкам и аэродромам. И тогда, в кратчайшие сроки, был создан стратегический атомный подводный флот, который стал на боевое дежурство прямо у берегов Соединенных Штатов. После испытательных пусков ракет из подводного положения всем в мире стало ясно, что простое военное решение в отношении Советского Союза неприемлемо. Уничтожить все подводные корабли было нереально, а чтобы страна, начавшая ядерную войну, перестала существовать, было достаточно одной атаки из глубин океана. С тех пор и до сегодняшнего дня подводный ядерный флот России непрерывно находится на боевом дежурстве. В то же время перед военными медиками встали совершенно новые проблемы. Уровень ответственности и тяжести несения службы на атомных подводных ракетоносцах был настолько высок, что разрушение здоровья подводников стало угрожать боеспособности стратегического морского щита страны. Многомесячные автономные боевые дежурства, частые аварии на атомных силовых установках, которые поначалу не были достаточно проверены и испытаны, все это приводило к множественным поражениям членов экипажа. Военно-морские врачи столкнулись с новым видом патологии, названным «эффектом преждевременного старения организма». Он был отмечен и в других родах войск. В авиации это было следствием перегрузок сверхзвуковых полетов. В шахтах стратегических ракет – результатом непрерывного стресса во время дежурств. Но везде одни и те же симптомы – разрушение жизненно важных систем организма. Иммунной системы – эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, половой зрения. Командование армии и флота поставило перед медицинской наукой задачу найти пути восстановления здоровья и боеспособности, а значит, найти пути лечения преждевременного старения организма. Клинические исследования показали, что главным признаком заболевания является нарушение процесса метаболизма. Клетки различных тканей организма отказываются жить дальше. Вначале они впадают в анабиоз, прекращают делиться, а затем погибают. Метаболизм – процесс непрерывного воссоздания живой молекулы белка на специальных фабриках синтеза рибосомах, внутри клетки, а также все остальные процессы, обеспечивающие воспроизводство биомассы, называются метаболизм или обмен веществ. Метаболизм – есть первооснова жизнедеятельности человеческого и любого иного живого организма. Внутренние органы молодых людей дряхлели, а привычные способы восстановления здоровья естественным путем отдых, спецпитание, привычные терапевтические приемы результата не давали. Создавалось впечатление, что время летит в организме бойца с чудовищной скоростью, как в фантастических машинах времени, и клетки тканей погибают в десятки раз быстрее, чем положено. В работу включились сотни научно-исследовательских центров и лабораторий по всей стране. Конечная цель поисков была известна лишь военным врачам. Работы велись под грифом «Секретно». Мы с Вячеславом Григорьевичем Морозовым заканчивали военно-медицинскую академию. Здесь, в Ленинграде, сейчас, в Петербурге. И мы занимались последние три года, будучи студентами, слушателем военно-медицинской академии, проблемой восстановления основных функций организма после воздействия различных поражающих факторов. Это облучение, травма, интоксикация и так далее. Все эти поражающие факторы, они подавляют к той или иной степени синтез белка. Стал вопрос, как это восстановить. Мы пошли по пути выделения, по пути, при все, физиологическому. То есть мы выделили из органов и тканей молодых животных, телята, свиньи, вещества из тех органов, которые наиболее подвержены воздействию этих экстремальных факторов, введение которых в организм экспериментальных животных приводило к частичному восстановлению функций тех или иных органов. Причем, что оказалось очень важным, вещество, выделенное из иммунной системы, восстановит функцию иммунной системы. Из мозга – мозг, из сердца – сердце. То есть мы наткнулись на тканеспецифическую регуляцию и получили эффект. По легенде, очень громко топая сапогами, Морозов Хоринсон, будучи слушателем Медицинской Академии, ходили по Институту онкологии и спрашивали, кто может исследовать экстракт эпифиз. Лаборатория Института онкологии в Санкт-Петербурге – старейшая экспериментальная лаборатория в СССР, в которой ведутся многолетние испытания противоопухолевых препаратов. Здесь, в Виваре Института, и начались исследования экстрактов из желез иммунной и эндокринной системы. Тимус – вилочковая железа. Еще ее называют зобной железой. Она, как и костный мозг, является центральным органом формирования иммунитета – универсальной системы самозащиты организма. Тимус располагается непосредственно за грудиной и формируется раньше других органов иммунной системы. Эпифиз – верхний мозговой придаток, пениальная железа, вырабатывает в первую очередь гормоны серотонин и мелатонин. Мелатонин регулирует деятельность эндокринной системы, периодичность сна, кровяное давление, работу клеток головного мозга, функции пищеварительного тракта. Основное дело эпифиза – это регуляция суточных биологических ритмов, поэтому можно считать его регулятором биологических часов в организме. Сбой работы этих часов ведет к быстрому разрушению здоровья. На животных Вивария моделировались процессы преждевременного старения организма, а затем одна группа животных начинала получать препарат, а другая контрольная группа – нет. Затем у животных брались фрагменты тканей и изучались, сравнивались на клеточном уровне. Эти методы изучения на живых моделях позволяют наиболее полно определить эффект препарата. Мы создали препарат в то время на базе этих веществ из тимуса, тимолин, который сейчас уже 20 лет производится промышленностью и находится, можно купить в любой аптеке. Это был первый препарат, который… Кстати, он был первым в мире сделан, препарат иммунной системы. Затем при его изучении структуры оказалось, что эти препараты состоят из пептидов. Пептиды и белки. Человеческий организм состоит из 100 триллионов клеток. Каждая клетка состоит из сотен миллионов молекул белка. Белки – это строительный материал и живые наномашины нашего тела. Каждый из сотен тысяч разных белков обладает неповторимой пространственной структурой, и у каждого белка своя задача в организме человека. Есть белки костной и мышечной ткани. Белки тканей кожи и мозга. Белки-ферменты и рецепторы управляют работой всех систем нашего тела. Большие длинные молекулы белков собираются из более мелких частей. Они-то и называются пептиды. У нас тогда получилось две вещи принципиальные. Одна вещь, что эти пептиды, в частности, пептиды запишутся, тормозит опухоль. Причем мы для сравнения взяли мелатонин, вы, наверное, слышали. Мелатонин дал 54% торможения рака молочной железовой мышей, а петалон 80-90. Потом мы попытались у старых крыс с нарушением уже, ну, типа менопаузы, выключенный цикл, восстановить функцию. И мы были поражены, что это удалось сделать. У них восстановился цикл, и часть из них родила в нормальных потомках. Мы проверили это самым лучшим способом, садили их с молодыми самцами, и бабушке принесли здоровое потомство. Вот это было опубликовано в докладах Академии наук. Вот дипломное открытие, которое мы получили, в общем, было основано на этой работе. Тогда, в самом начале пути, лейтенанты медслужбы не могли представить себе, что их предположение станет стартом нового научного направления. После того, когда мы сделали первые препараты в 1981 году, будучи уже лейтенантами, ну, тем не менее, мы поехали в Забайкалье, хотя получили первую премию военно-медицинской академии. И, в принципе, нам были открыты, как бы, ворота в адъюнктуру. Ну, сказали, знаете, вначале нужно послужить, вперед. И мы поехали вот в Забайкалье. Служба в Забайкальском округе не отменила научные работы молодых военных врачей, но их научные поиски вызывали раздражение у непосредственного начальства. Ну, потом до меня, значит, тоже дашли слухи, говорят, парень-то, конечно, хороший, но, слушай, мы, знаешь, он занимается наукой, а надо заниматься делом. Другим, понимаешь, надо ходить там по частям, там, смотреть это. А он занимался наукой. Забери ты его у меня. Я его сюда забрал, к себе в лабораторию. Однако до Академии мы не доехали и застряли на уровне, так сказать, медсанбата тут, в Ленинградской области. Вот. Ну, что делать? Мы стали, и уже исходя из этих возможностей, значит, продолжали свою излительность в Институте онкологии имени Петрова. Там мы выполнили диссертации, одновременно будучи врачами вот этого медсанбата. От одного препятствия к следующему пробивались исследователи в погонах почти 10 лет, пока заместитель министра обороны генерал армии Куркоткин своим приказом не поставил точку в их скитаниях, и при поддержке начальника военно-медицинской академии они, наконец, создали научную группу, а затем и специальную лабораторию. Причем это была первая лаборатория военно-медицинской академии, созданная по решению Госкомитета по науке и технике СССР. Это был 1983 год. Отшла война в Афганистане и продолжалось атомное противостояние в океане. Мы создали свой вид вооружения, ну, я имею в виду в качестве препарата, это тоже оружие, это не умеется. За 20 лет наши препараты получило более 15 миллионов человек. Эффективность во многих случаях была очень высокая. Но самое главное, ни одного случая побочной реакции или аллергической реакции не зафиксировано. По крайней мере, это все безопасные вещи, которые копируют природу. К середине 80-х годов Морозов и Ховенсон вышли на новый уровень понимания информационного сигнального действия пептидов в процессах молекулярного синтеза. Именно тогда ими был опробован сетевой принцип организации научных работ. Они стали широко использовать возможности лучших исследовательских центров страны для создания синтетических аналогов пептидов животного происхождения. В институте органической химии впущено, начали фракционировать вот эту большую смесь, ну и наконец-то нашли некую активность, сказали, что все, мы уперлись дальше, почистить мы не можем пока ни в мере, не знаем, что там. И крохи этого вещества принесли нам и сказали, ну скажи хоть, что там есть. А вот как оно устроено? В лаборатории ядерного магнитного резонанса были определены пространственная и химическая структуры молекулы пептида и стимуса. Для нас это была, вообще говоря, рутинная работа. И мы просто вот пришли и сказали, посмотри. Ну вот сняли, посмотрели и нарисовали формулу, сказали, забирай. И забыли про это. История как-то развивалась, и эта молекула дошла до препарата, потому что ее уже можно было не то, что из быка добывать, а синтезировать. Синтез коротких пептидов, созданных человеком молекул, которые обладали заданными свойствами, аналогичными природным. Это был прорыв. Прорыв к массовому производству новых препаратов, названных пептидными биорегуляторами. Лаборатория получила премии Совета министров СССР. Авторы внеочередные звания, степени докторов наук и карт-бланш в научной работе. Все созданные препараты были защищены патентами как в СССР, так и за рубежом. Вообще, в биологии, вообще жизнь наша существует благодаря двум молекулам. Это белкам или пептидам, которые несут информацию, и ДНК, которые тоже несут информацию. Но ДНК – это матрица. Это, по сути дела, химическая молекула, которая сама по себе неактивна. И вот соединение пептидов с тем или иным участком ДНК, то есть с участком гена, как они только совместились, как ключ в замку, возникает синтез специфических белков. Возникает жизнь. Собственно говоря, это проблема возникновения жизни на Земле. Так, по-видимому, возникла жизнь на Земле. То есть мы, по сути дела, скопировали природу. В апреле 1986 года произошел взрыв ядерного реактора в Чернобыле. Из 30-километровой зоны поражения было выселено 200 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 600 тысяч человек, многие из которых получили высокие дозы облучения. Военные и гражданские медики задействовали все средства спасения и реабилитации. Препараты на основе пептидов применялись миллионами доз. В результате смертность среди ликвидаторов оказалась ниже, чем среди всего остального населения СССР того периода. Этот феномен объяснялся специалистами тем, что за здоровьем участников борьбы с аварией на Чернобыле следили лучше и помогали эффективнее, чем за здоровьем остальных сограждан. В апреле 1989 года в Норвежском море после пожара под водой и всплытия затонула атомная подводная лодка «Комсомолец». В огне пожара на борту лодки и в ледяной воде погибли 42 человека из 69 членов экипажа. Военные медики и моряки, побывавшие в разных переделках и нештатных ситуациях, были потрясены стойкостью команды. До сих пор никто не может объяснить, как им удалось провести почти полтора часа в ледяной воде. 15 минут – вот тот максимум, который был признан нормативом выживания в Баренцевом море. 27 спасенных моряков были помещены на излечение в военно-морской госпиталь Северного флота и выжили, вернулись в строй. В борьбе за их жизнь также применялись пептидные препараты. Вот мы все и двигаемся, просто ворвались, бегом, прыщем. За участие в их спасении Вячеславу Морозову и Владимиру Ховенсону в числе других врачей и специалистов было досрочно присвоено воинское звание полковник медицинской службы. Лаборатория была награждена. В 1991 году работа лабораторий пептидных биорегуляторов была остановлена. Запрещена государственная защита патентов. Прекращен военный заказ. Уволены специалисты. Первооткрыватели оказались на улице с перспективами утраты прав на свои открытия. Нас начали держать. В том числе он попал под пресс. И все. И вот лаборатория была практически, ну, угрублена, если так сказать. Необходимо было определить, где и кому могут быть нужны достижения предыдущих лет. Жизнь дала точный статистический ответ. С 1992 по 2004 год в России преждевременно умерли 11 миллионов мужчин и 4 миллиона женщин в возрасте от 15 до 69 лет. Это были люди, не выдержавшие шоковой терапии, примененной к укладу их жизни. Все население оказалось погруженным в непрерывный стресс, тревогу за жизнь своих близких. Преждевременное старение стало трагической нормой не только для военных и моряков, но и всего населения России. Продление жизни стареющего организма, стареющего до срока или в соответствии с возрастом, стало той новой задачей, которую поставили перед собой теперь уже гражданские ученые Вячеслав Морозов и Владимир Ховенсон. Уже в 1992 году они создают Институт биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге и передают ему все права на свои изобретения и открытия, которых к тому времени было более ста. Работы по исследованию действия пептидных препаратов значительно расширяются. В них включаются новые ученые и лаборатории, которые относятся к идеям своих коллег беспристрастно и обладают уникальными экспериментальными возможностями. Мы много занимались инфекционной патологией, потому что обезьяна – это животное, на котором, как ни на одном другом животном, удается воспроизвести очень многие, я думаю, можно сказать, большинство инфекционных заболеваний человека, причем эти заболевания, они чрезвычайно похожи на таковые у человека. Некоторые заболевания можно воспроизводить только на обезьянах, потому что только человек и обезьяны чувствительны к некоторым материальным и к вирусным агентам, и создать модели этих заболеваний удается только на обезьянах. То есть на обезьянах создавались модели заболеваний, на обезьянах испытывались вакцины против этих инфекционных агентов, и в частности ликвидация полиомиелита как эпидемического заболевания. Она в значительной степени связана с тем, что в опытах были использованы обезьяны. Сразу же после 1997 года появилось большое количество работ в литературе, которые указывали на то, что пептиды пениальной железы являются совершенно необыкновенными соединениями, которые могут практически восстанавливать функции всех органов, всех эндокринных желез и так далее. Совершенно уникальные препараты. И, естественно, у меня с одной стороны заразилось подозрение, что вряд ли так может быть, а с другой стороны просто захотелось проверить, как влияют эти препараты на организм приматов. Организм приматов, обезьян породы макак резус, так же, как и человеческий, подвержен суточным ритмам. Так же, как и у человека, пениальная железа ночью синтезирует мелатонин. Нужно было проверить активность пениальных пептидов, таких как эпиталун. Это синтетический тетрапептид, который был синтезирован в Институте биорегуляции и геронтологии. Вот так этот препарат при введении его крысам оказывал стимулирующее влияние на либо синтез, либо секрецию мелатонина пениальной железы, как у молодых, так и старых животных. Но эта ситуация была для меня не очень понятна, потому что как-то трудно было объяснить, исходя из биологической целесообразности, почему и у молодых происходит стимуляция секреции и синтезы мелатонина, и в то же время и у старых в каком смысле. В 2000 году в течение четырех месяцев было проведено исследование двух групп животных – молодых и старых. Эпиталон вводился в дозе 10 микрограмм на животное одной группе, а другим животным вводился плацебо. 10 микрограмм на животное – это очень низкая доза, потому что обычно препараты все остальные принимают либо в миллиграммовых количествах, либо в граммовых, а это микрограммовые. Затем в образцах крови животных определяли уровень мелатонина. И определив уровень мелатонина в крови у всех четырех групп животных, мы выявили, что под влиянием эпиталона у старых, только у старых животных, резко увеличилось содержание мелатонина в крови в вечернее время суток. В то же время у молодых животных не отмечалось никакого подъема уровня мелатонина. Что интересно, что у старых животных концентрация мелатонина достигала таких же уровней, как и у молодых животных. Значит, нормально действующие клетки эпифиза молодых обезьян не использовали пептиды. То есть пептиды работают только когда это необходимо. Полученные результаты дали толчок новым исследованиям. Теперь была поставлена задача выяснить, сможет ли эпиталон защитить нервную, сердечно-сосудистую и кровотворную системы человека от долговременного стресса и преждевременного старения организма. При введении эпиталона восстанавливалась нормальная реактивность данной системы к острому стрессорному воздействию. На мой взгляд, совершенно важны те препараты и те методы, которые позволяют восстановить самые верхние этажи здания организма, верхние этажи регуляторные, которые потом приводят к восстановлению более нижних этажей. То есть функции других систем, других тканей, органов, которые зависят от характера нейроэндокринной регуляции. Регулирующие свойства препаратов были подтверждены. Старые животные восстанавливали возможности своего организма приспособиться к долговременному стрессу. Восстанавливалась иммунная система. Улучшался волосяной покров. Животные выглядели и вели себя активнее. В начале 90-х в мире науки произошел качественный переход. Скорость обработки математических данных с помощью компьютерных систем, а главное их доступность, сделали возможным рождение нового универсального языка научно-технического познания и общения. Родился цифровой язык, 3D-моделирование. Для широкой публики, не вовлеченной в научно-исследовательскую работу, это явление означало лишь новые яркие впечатления от кино. На экранах ожили динозавры, а виртуальные клоны героев Голливуда и Мосфильма начали бесконечные битвы в компьютерных игрушках. Но для развития будущих технологий, идеи которых созрели еще в 70-х годах 20-го века, возможность проверки и моделирования любых живых и механических систем стала решающей. Все ведущие отрасли науки и производства, от космоса и авиации до химии и биологии, перешли на цифровое 3D-проектирование. Это позволило экономить огромные средства, испытывая математические модели изделий, а не множество реальных прототипов, как это было раньше. Математическая модель Модель объекта, процесса или явления, представляющая собой математические закономерности, с помощью которых описаны основные характеристики моделируемого объекта, процесса или явления. Нанотехнологические проекты получили возможность проверки и доработки. Впервые Эрик Дрекслер и Роберт Фрайтас смогли показать нано-работотехнику, а ученые-биологи всего мира начали создание единой библиотеки белков. Математическая модель молекул с учетом реальной пространственной конфигурации, энергетических характеристик атомов, траекторий и их движения в среде, стала доступна любому ученому. А те же суперкомпьютерные центры, которые в прошлом занимались расчетами для атомного и ракетного проектов, теперь участвуют в изучении внутреннего космоса человеческого организма. Важно отметить, что впервые нативная структура белковой молекулы была открыта научному миру в 1983 году в Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова в Москве. И до сего дня этот научно-исследовательский центр остается одним из ведущих в мировой науке. Когда мы исследуем структуру белка, в нашей ампуле, это вот такого размера, полмиллилитра раствора, там в этих полмиллилитрах находится 10 в 17 степени молекул. 10 в 17 степени молекул, приблизительно, по порядку величины. И теперь каждая из этих молекул, каждая из этих 10 в 17 степени молекул, она имеет, допустим, 20 тысяч атомов. А мы находим два атома и меряем между ними расстояние. Измерив много-много расстояний и много других всяких характеристик этих атомов, мы говорим, что, да, молекула устроена вот так, вот такие ее координаты атомов, да, и атомы движутся вот так друг относительно друга. Многие из полученных данных цифрового описания процессов, происходящих в молекулярной вселенной живого организма, передаются в лабораторию математического моделирования. С помощью компьютера, компьютерных технологий были проанализированы свойства больших, в том числе надмолекулярных систем, ну, например, белки в биологических мембранах. Это очень сложная система, это сотни тысяч атомов. И на основании компьютерных экспериментов были предложены модели поведения этих систем и были спланированы реальные эксперименты, которые затем показали правильность математических моделей. То есть главное, чтобы модель была адекватной, то есть нельзя требовать от математической модели предсказаний того, на что она не была откалибрована, для чего она не была предназначена. Грубо говоря, то, что мы умеем сегодня делать методом ядерного магнитного резонанса, образное выражение, да, заменили фотографию на кино. Мы видим кино и понимаем, как это все происходит. Дальше, зная вот это кино, понимая, как все работает, мы можем попытаться создать лекарство, которое исправит в нужном образом нарушенные функции того или иного белка в организме. Все то, что раньше мы считали какими-то заоблачными высотами, далекими от нашей реальной жизни, на самом деле все это сейчас притворяется в реальных технологиях для дизайна лекарственных препаратов, которые найдены не эмпирически, то есть не путем перебора огромного числа случайно, в общем-то, найденных соединений или придуманных соединений, а именно путем целенаправленного отбора, целенаправленного проектирования молекул с заданными характеристиками. Видовой предел Видовой предел жизни человека, доказанный и подтвержденный документально, по данным современной науки, составляет 110-120 лет. Однако средняя продолжительность жизни в разных странах колеблется в пределах 70-75 лет. Это является результатом преждевременного старения. Следовательно, биологический резерв жизни человека составляет 30-45 лет. Мы изучаем механизмы развития процесса старения и каким образом можно на него воздействовать с помощью аппетитных биорегуляторов. И исследования наши показали, что если животным, начиная со второй половины жизни, определенными курсами вводить в рацион питания эти рептиды, то их продолжительность жизни увеличивается на 30-38%. Более того, эти исследования были проведены на людях по продлению жизни. Это было сделано в Киеве, в месте геронтологии Академии медицинских ног Украины, ну и в Санкт-Петербурге. Параллельно шли исследования. 12 лет. И это способствовало снижению смертности почти в два раза. То есть мы можем заявить на любом уровне, что именно в России разработана новая технология биорегуляции, способствующая снижению, достоверному снижению смертности почти в два раза. И никто в мире не располагает аналогичными препаратами. Опубликованные в зарубежных научных журналах сведения о достижениях российских исследователей, особенно когда они опровергали всемирно признанные нормы и пределы, вызывали сомнения экспертов. Начались проверки. Уже чистый эпиптид эпифиза и некоторые другие синтетические эпиптиды испытывали на продолжительность жизни мышей. Ткани заморозили, отправили в США и сделали там 15 тысяч лишних генов в Национальном институте старения США. И показали специфические гены, специфические эффекты эпиптидов. Мы увидели, как это работает. Теперь хотелось бы увидеть, почему это работает. Все в том, что у нас в органах есть запас. В каждом органе есть запас резервных клеток полипатентных или стволовых, как угодно. Примерно 30% запас. Так создала природа. Поэтому если он полностью реализуется, равномерно, то тогда человек доживает до 100-110 лет. Резерв в 30 лет имеет каждый. Итак, в России разработано, испытано и успешно применяется то самое лекарство, которое описал как препарат будущего основоположник наномедицинских постулатов американский исследователь Эрик Дрекслер. Вспомним его претензии к современным лекарственным средствам. Хотя молекулы лекарств оказывают воздействие на ткани на молекулярном уровне, они слишком примитивны, чтобы чувствовать, планировать и действовать самостоятельно. Но препараты на основе тканеспецифичных пептидов воздействуют на клетки тканей человеческого организма с предельной атомарной точностью. Сегодня изучено уже более 25 тканей и органов. При этом они не наносят никакого вреда, полностью соответствуют генетическим особенностям конкретного организма. Пептиды не заменяют своим действием работу пораженных тканей, а лишь включают их собственные ресурсы жизни, данные Творцом. Это и есть способность умного лекарства чувствовать и действовать. А уж планировать процесс лечения эту задачу нужно оставить людям, врачу и пациенту. И не передоверять никому, слишком высакаться на ошибок в медицине и фармакологии. Фактом официального признания первенства российских ученых из Института геронтологии и биорегуляции на пути реального продления активного долголетия и продления жизни человека стало проведение в 2007 году Европейского конгресса геронтологов в Санкт-Петербурге. Но несмотря на все успехи ученых и международное подтверждение их фундаментальных открытий, ни в России, ни за рубежом широкого применения этих достижений пока не удается добиться. В чем же дело? Кто теперь против долгой жизни? Неожиданный интерес к генетическим исследованиям в области продления жизни стали проявлять американские коммерсанты. Это непонятно вдвойне, если знать, что в США принят закон о строгой конфиденциальности генетической информации граждан. Зачем бизнесу владеть запрещенной информацией? Вот нас пригласил один университет американский, я лично туда ездил, какова была цель приглашения? Чтобы мы проделали генетику, генетику лиц, переживших блокаду. У США есть все, но у них не было блокады. Поэтому нет этой группы населения. Поэтому они нам заказали работу. Для чего? Как вы думаете, кто выступил заказчиком? Страховые компании. Им крайне важно знать, кого страховать. Если у человека отличный геном, и он будет жить до 100 лет, это невыгодно. Тем более, если у них такая есть программа, когда люди возвращают свой дом, им дают там деньги, если они умирают, то дома переходят в страховой компании. Если человек будет жить 100 лет, то это невыгодно. И американцы, это обсудив, предложили. Давайте определим, кто же может пережить, кто долго будет жить. Блокада сыграла фактор естественного отбора, понимаете? Понимаем. Живой человек интересует глобальный бизнес лишь как объект для финансовых операций. Когда стоит вопрос о прибыли страховой компании, то доступ к любой закрытой информации о генетике клиента будет открыт, и никакие законы не помешают. Геном клиента сопоставят с данными из блокадного Ленинграда и сделают вывод. Ну а если открытие медицины, продлевая жизнь человека, задерживают изъятие его собственности, то такие открытия никогда не увидят света. Теперь на пути новой биомолекулярной медицины стала монополия международных фармацевтических корпораций. Наши ученые столкнулись с тем, что в России не производятся собственные лекарства, а только расфасовываются и упаковываются. Объясняется это отсталостью отрасли и нехваткой денег на создание новой фармацевтики. Но почему-то появление любого конкурентно способного препарата и тем более новой технологии вызывает мгновенную реакцию уничтожения. Беда нашей страны, да не только нашей страны, что чиновникам невыгодно, видимо, развивать отечественную фармацевтическую промышленность. Потому что за лицензию, за продажу препаратов крупнейших фирм они готовы платить так называемый откат, проблема, которая хорошо известна. В 2004 году Вячеслав Морозов и Владимир Ховенсон обратились к преуспевающему предпринимателю Андрею Сорокину с предложением найти пути коммерческого продвижения их изобретений. И возглавляемая Сорокиным корпорацией Академия научной красоты начала свои пробы. Совместно с учеными были разработаны четыре основных направления стоматология, офтальмология, спорт, косметология. Мы зарегистрировали марку Вивокс. Вивокс в переводе с латыни называется «плуголетие». Они не могли предлагать свои решения как лекарственные препараты, чтобы не попасть под каток транснациональных фармацевтов и отечественных чиновников, регламентирующих лекарства. Пептидные комплексы разных тканей были загружены в кремы для массажа спортсменов, в гель и зубные пасты для стоматологов, в капли для офтальмологов, в кремы-маски для косметологии. Порой даже врачи, специалисты, знающие химический состав, знающие эффекты от отдельных химических компонентов, не понимают, не ощущают, не чувствуют, не верят. Это нормальная практика, врач должен сомневаться. Препараты на основе пептидов костной и хрящевой ткани опробовала в своей стоматологической клинике Марина Колесниченко, врач высшей категории. Если смотреть на это с точки зрения врача-практика, который каждый день работает с пациентами и который каждый день оценивает, допустим, результативность того или иного лечения, невозможно было даже представить, что, допустим, эти конкретные случаи будут как-то улучшены за счет введения вот этих препаратов. Пептидные препараты применялись врачом в ситуациях, когда никаких способов спасти зуб уже не было. Вот эта пациентка, она пришла уже ко мне тогда, когда у нее практически большинство зубов было удалено. И удалены они были именно по той причине, что мы видим. Это снимок в начале, когда мы только начали с ней это делать. Вот она обширная, гранулема. И, в общем-то, она уже была настроена на то, что этот зуб тоже ей придется удалить. Но очень ей не хотелось естественно этого делать. Поэтому мы попытались этот зуб ей вылечить. И нам это удалось. Вот это ее снимок на этапе лечения после пломбировки каналов, проведенной терапией. Это снимок в конце. Когда мы закончили, то здесь можно увидеть, что костная ткань абсолютно полностью восстановилась. И она точно такая же по структуре, как и в области рядом стоящего здорового зуба. Результаты по восстановлению костной ткани вообще, честно говоря, потрясающие, потому что в некоторых случаях рост был вообще такой достаточно необычный. То есть там, где в общем-то мы его особо и не ждали, он вдруг появился. Это касается вертикальной убыли кости. То есть когда кость уходила по вертикали, и мы видели вертикальный же и прирост костной ткани. Это достаточно сложно добиться даже при хирургических пластиках костной ткани. То есть тогда, когда мы искусственно вводим препараты, костные заменители и специальные направители, так называемые мембраны, для того, чтобы заставить кость расти вертикально вверх. При этом надо понимать, что хирургическое вмешательство даже с использованием лазерной технологии это неизбежно травма тканей. Это болезненно и сложно, а результат меньше. С моей точки зрения эти вещества, они позволяют организму правильно жить. С легкой руки спортивных врачей и массажистов пептидные препараты оказались у спортсменов. Конечно, прежде всего у профессионалов особо травмоопасных видов спорта. Кайсерфинг достаточно молодой вид спорта и очень прогрессирующий. Но, несмотря на это, он является очень травмоопасным. Я постоянно с собой вожу комплект из трех кремов. То, что касается малейших ушибов, растяжения, это вообще просто идеально работает. Буквально одна ночь. Все спортсмены знают, что такое перерыв в ежедневных нагрузках и возвращение к ним. Это несколько дней боли во всех мышцах. Та же молочная кислота, когда с кровати невозможно встать, потому что все болит так, просто невыносимо. И как раз с помощью вьюкса я сократил этот период с пяти дней до двух-трех. Это было очень удивительно для меня, но это меня настолько радует, что мучиться теперь не пять дней, всего лишь дня два. И опять пришел в нормальную форму. Один из спортивных врачей, увидев, как тот втирает крем с пептидным комплексом, пытался объяснить Евгению, что такого не может быть с научной точки зрения. Ну, организм так устроен, что продумано как бы все создателем его. То, что всякая гадость и чушь, но туда в принципе не может попадать. Поэтому то же самое с кремом. Он мне объяснял, как ты его не втирай, он все равно не попадет дальше определенного уровня. Но так или иначе вот просто есть живой пример. Вечером он получил ушиб, синяк там реально болит. На следующий день ну просто ничего нет. Начинаешь просто верить в это. Да, оно работает, оно помогает и все. Глаз настолько сложное образование органов, что в нем представлены все виды тканей, которые есть в человеческом организме. Нервная ткань, пожалуйста, соединительная ткань и все виды соединительной ткани. Даже есть такие ткани, которых больше нигде нет в организме. Это, допустим, такое образование как хрусталик. Офтальмолог должен постоянно понимать, с какой тканью или с какими тканями он работает в каждом конкретном случае. Конечно, когда страдает сетчатка, это основной воспринимающий аппарат, это мозг, вынесенный на периферию. Это рецепторы, которые светочувствительные клетки мозга. От каждой клетки идет проводочек в виде волокна до самого зрительного центра, до затылочной затылочной доли мозга, куда приходит сигнал. И каждая клетка, конечно, ценна. Хотя там есть определенное структурное образование, они в пакеты клетки. Даже если одна клетка погибает, в этом месте не будет черного пятна, потому что другие рядом лежащие берут на себя функцию. Но когда погибает много клеток, то мы получаем то, что получаем. человек теряет зрение. И, конечно, очень важно иметь препараты, которые целенаправленно будут поддерживать вот эти ткани или клетки, в которых заинтересованы, ну, мы говорим об офтальмологии. На сегодняшний день есть препараты, созданные сложнейшими технологиями биологическими. Такие препараты, как известный ретиноламин. Препарат, стимулирующий работу клеток сетчатки. Очень интересный препарат, который применяется уже довольно широко в офтальмологии и очень достаточно хороший эффект мы получаем при лечении определенных форм дистрофии сетчатки. Ретиноламин, пептидный биорегулятор, разработанный Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии. Вот это направление, которое развивается в институте биорегуляции и геронтологии, мне кажется, дает шанс человечеству уже сегодня попытаться что-то сделать. И ученые в этом направлении работают очень активно. Во Франции открыт даже специальный институт пептидов. Огромные деньги тратятся на эти исследования в Америке. В чем основная проблема? По-видимому, это масштабирование наших достижений. Это внедрение в общество уже сделанного. Постарение населения и преждевременное старение организма проблема всех развитых стран, а значит, рынок новых российских препаратов на основе пептидной регуляции будет всемирным. Какая же еще нужна экономическая подоплека? Это и есть одно из магистральных направлений развития российской высокотехнологической индустрии. Почему же созданная госкорпорация Роснано уже несколько лет не может найти приложение своему финансовому потенциалу? Ведь именно этого не хватает ученым и предпринимателям, разработавшим нано-биотехнологии, которых пока нет нигде в мире и создавшим препараты, решающие главную задачу продления дееспособности и жизни человека. Может быть, руководству Роснано стоит обратиться к врачу и проверить зрение? Бог никогда не дает ни одной болезни человечеству, не дав лекарство. Его надо найти. Кли open О lives род 새로운 dam ви го 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон